Летний период самая долгожданная для детей пора, но при невнимательном отношении взрослых может таить не одну опасность, в числе которых и непредвиденные ситуации на дорогах. Не вовремя выкатившийся на проезжую часть мяч или переход дороги в неустановленном месте, а также несоблюдение ПТД владельцами транспортных средств могут стать причиной серьезных происшествий, где пострадавшие дети. Сегодня в городе над Бугом прошли мероприятия в рамках республиканской профилактической акции по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасное лето». В настоящее время летние каникулы. Дети многие предоставлены сами себе, так как родители ходят на работу и не все смогли просто вывезти детей либо в деревню, либо в детский пионерский лагерь. И дети находятся в городе, поэтому и гуляют во дворовых территориях сами по себе. Поэтому в связи с этим мы хотели бы акцентировать внимание водителей на то, что во дворовых территориях большое количество детей и необходимо быть предельно внимательными и осторожными при проезде на данных участках дороги. Также обратиться ко взрослым, к родителям, что каждое утро необходимо перед тем, как уходить на работу, напоминать детям элементарные нормы правил дорожного движения. За шесть месяцев 2014 года на территории области с участием детей зарегистрировано 29 ДТП, в результате которых два ребенка погибли и 27 получили травмы. Печальная статистика лишний раз заставляет задуматься о том, какую порой автомобилисты и другие участники дорожного движения проявляют безответственность и как порой в погоне за несколькими выигранными минутами подвергают опасности не только свою жизнь. Дворы заполнены машинами, детям практически негде гулять. Есть места, отведенные для гуляния детей, но они контактируют с дорогой, поэтому страшно оставлять детей одних. Радует тот факт, что несмотря на юный возраст, которому свойственны озорство и беззаботность, маленькие участники дорожного движения часто не только знают, но и соблюдают законы дорог. На личном примере показывая не только сверстникам, но и людям значительно более солидного возраста, какое поведение вблизи и на самих транспортных артериях города является гарантом безопасности. Надо посмотреть по сторонам, чтобы машины или не едут. Когда они не едут, можно переходить дорогу. А кто тебя учит вообще правилам дорожного движения? Папа или мама. Мы часто гуляем во дворах и мы замечаем, как водители очень быстро носятся. И мы, когда выпускаем мячик, ну, когда играем в футбол, у нас иногда мячик на дорогу вылетает. И там машины, когда быстро ездят, могут лопнуть мячик. И мы хотим, чтобы они ездили медленно.